Итак, в этом видео о новом Volkswagen Golf 2020 модельного года, который уже скоро поступит в продажу в дилерские центры. Думаю, ни для кого не секрет, что Golf это один из самых популярных автомобилей в мире. Он занимает седьмое место. Toyota Corolla, кстати, впереди по продажам. Продажи Golf'а стартовали в 1974 году и продано было 35 миллионов экземпляров. И перед нами уже восьмое поколение данной модели. Некоторые поговаривают о том, что скоро небольшие автомобили вообще перестанут выпускать, потому что все большую популярность набирают кроссоверы. Поэтому, возможно, это последнее поколение Volkswagen Golf. Дизайн Golf'а практически не изменился. В общем-то, как и все, что выпускает концерн VAC с каждым поколением, сильно не меняется, но становится современнее и красивее. В автомобиле теперь светодиодные фары и как опцию можно будет заказать матричные. Задние фонари также имеют светодиоды, которые в темноте очень красиво выглядят. Ну и как же без обмана? Теперь китайцы делают настоящие двойные выхлопные системы, а немцы делают пародию. Красивый бампер, а выхлоп один. В общем, мир переворачивается. Моторы будут все те же для нашего рынка. 1,4 TSI на 125 лошадиных сил. Также вариацию на 150 сил. И для тех, кто не любит турбины, будет доступен 1,6 атмосферный двигатель. И в связи с тем, что роботы долго не живут, и из-за этого падает спрос на автомобили концерна VAC, они будут поставлять только автоматические коробки передач. Теперь никаких роботов. Салон изменился полностью. Теперь все более квадратное, рубленное и не знаю как вам, но мне не очень нравится. Обещают, что даже в базе автомобиль будет оснащаться электронной панелью приборов. Хотя я честно сомневаюсь. Появился сенсорный блок управления освещением. Также новая мультимедийная система. Само собой, автомобиль напичкан всеми системами безопасности. В общем, машина получилась с заявкой на автомобиль из будущего. Но технологии из будущего, а пластик не очень. Как обычно, верхняя часть пластика мягкая и приятная на ощупь. Но все, что ниже, дубовое и неприятное. Экономия видна сразу. На заднем ряду ничего не изменилось, потому что база автомобиля осталась прежней. Будут доступны воздуховоды и, возможно, в качестве опции подогрев задних сидений. Багажник, как и прежде, 380 литров. Как будет ехать автомобиль, пока что точно неизвестно. Возможно, для России изменят настройки подвески. Но те, кто были на презентации и имели возможность прокатиться на автомобиле, сообщают, что гольф стал достаточно жесткий. Стоимость обещают от полутора миллионов рублей. И тут уже понимаешь, почему люди покупают кроссоверы. Ведь за эти деньги можно рассмотреть очень много моделей. В общем, напишите свое мнение в комментариях. Что вы думаете по поводу этого автомобиля и концерна ВАГ в целом? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!